Давным-давно назрел вопрос замены старого шифера на крыше моего дома. Мы с супругой даже отложили некоторую сумму денег на весну, чтобы купить таки металлочерепицу. Ну, зелененькую хотели металлочерепицу на крышу дома. Но не судьба, видимо, моей крыши быть помененной. Ну, с другой стороны, она же не течет. Ну, а раз не течет, да и ладно. Что я купил вместо крыши? Смотрите в этом видео. Смотрите в этом видео. Это хорошо, когда жена в теме и, в общем-то, поддерживает и понимает, что, ну, крыша, да, действительно, она не течет, поэтому она может подождать. А вот цены на литий-железо-фосфатные аккумуляторы, да и вообще на все, я боюсь, что могут не подождать. Поэтому принято было решение все-таки же увеличить мощность нашей солнечной электростанции по аккумуляторам на плюс еще один литий-железо-фосфатный аккумулятор. И в этом ролике для вас я покажу, как мы соединим три литий-железо-фосфатных аккумулятора в параллель. Я думаю, будет интересно чистый технический ролик сегодня для вас. Ну, в общем, думаю, будет интересно. Поехали, ребята. Денек сегодня выдался относительно солнечным. Февраль. Солнце уже совершенно по-другому светит. Вот с февраля месяца можно сказать, что альтернатива начинает работать все лучше, лучше и лучше. Самые сложные месяцы. Ноябрь, декабрь, январь, февраль уже совершенно другое дело. Посмотрим, сколько выработает сегодня моя солнечная электростанция. За столь непродолжительный день февраля, но тем не менее солнечный. Итак, мы в подвале моего дома. Здесь всегда плюсовая температура. Напоминаю, литий-железо-фосфатный аккумулятор можно заряжать только, исключительно при плюсовой температуре. И вот два нижних аккумулятора уже проработали год и продолжают работать в моей солнечной электростанции. И вот наш третий аккумулятор, который я недавно приобрел. Все, он естественно, я подождал, пока он отогрелся с уличного мороза. И все, мы включаем его и посмотрим, какой заряд был. То есть, транспортировка была довольно-таки долгая. Он шел с Владивостока более двух недель, получается, ко мне. Ну, в общем-то, 75% заряда. Естественно, мигает кнопочка, сигнализирующая о том, что аккумулятор никуда никак не подключен. Вот. Ничего на нем не выставлено. Но, тем не менее, вот он показывает 75% заряда. Это очень-очень даже хорошо. Аккумуляторы всегда комплектуются набором необходимых кабелей. Вот здесь вот непосредственно 16 квадрат, кабель медный. И на конце порт Андерсона. Как раз этим портом идет подключение к самому аккумулятору. На конце уже зачищено, зачищен кабель. Остается только снять оплетку. И, в общем-то, в моем случае, это я опрессовываю на медную луженую клемму. Да, под болт-восьмерку у меня клемма. Но я сейчас чуть дальше покажу. Я уже подключаю на шину. Там есть разные подключения. Можно не использовать, как у меня на шину. Можно использовать по-другому. Но я покажу, как у меня. Будут вопросы, почему так, задавайте в комментариях. Объясню, почему и как. Итак, аккумуляторы с тыльной стороны. Здесь мы снимаем заглушку транспортировочную. Она нам не нужна. Она не пригодится. Можно две снять. Ну, я одну снял. Другая мне пока все равно не нужна. И в будущем тоже будет не нужна. Вы поймете, почему. Вот, соответственно, наш порт Андерсона. Перепутать его никак не получится. То есть, по-другому вы его не вставите. Вот. Можно вставить только в правильном положении. Где плюс-плюс, а минус это минус. Все. Здесь все предельно просто. Кроме того, что мы подключили силовые. Кабеля аккумулятора. Нам нужно для параллельного соединения аккумуляторов, чтобы они видели друг друга, подключить еще специальный такой информационный кабель. Так называемый он RG11. Ну, проще сказать, похож на телефонный кабель. Вот, когда раньше просто были проводные телефоны. Вот, вы не запутайтесь. Он идет, естественно, в комплекте. Более подробно, чуть позже, когда ближе буду показывать аккумулятор, я покажу, как у нас подключается непосредственно этот кабель. Сложного там ничего нет. Естественно, друзья мои, аккумуляторы обесточены. Полностью выключены автоматы, отключены от инвертора. То есть, все мы вот эти наши коммутационные работы производим на полностью отключенных аккумуляторах. Итак, клеммы я обжал. Плюс-минус у меня пойдут на шину. И таким образом у меня аккумуляторы объединяются в параллель именно на шине. Каждый аккумулятор приходит на медную шину. Плюс на плюс, минус на минус. Но можно использовать вот такой кабель, идущий в комплекте, и параллельно соединять аккумуляторы. И тогда у вас уже последний выходящий кабель пойдет на ваш инвертор. Можно сделать и таким образом. Но у меня немного по-другому. Так как с одного аккумулятора мы максимально можем взять 150 А, поэтому я предохранитель поставил на 160 А. От каждого аккумулятора идет предохранитель 160 А. Сейчас на ваших глазах я соединил на уже существующий предохранитель, но это временно. Как куплю такой предохранитель, естественно, каждый аккумулятор будет идти на свой предохранитель. Сейчас у меня пока два в наличии, а до ближайшего города 50 км. То есть туда и обратно 100 км. Поэтому будет оказия, естественно, съезжу и уже сделаю более правильно. Сейчас вот так вот выглядит медная шина. Этот толстый кабель идет на инвертор. Он 35 квадратных миллиметров меди. И каждый аккумулятор плюс приходит на эту плюсовую шину, ну а минус, соответственно, на минусовую шину. Все просто. Вот, соответственно, вот у нас первая пошла на шину. Второй аккумулятор пошел на шину. И вот он, третий, пошел на шину. Здесь, на первом аккумуляторе, мы обязательно должны поставить вот такую штучку. Она идет в комплект. Дальше кабели мы соединяем. Вот с этим аккумулятором он приходит вот сюда. Отсюда соединяется следующий аккумулятор и приходит сюда. Если следующий будет отсюда и пойдет дальше. Кроме всего прочего, мы должны поставить на вот этом колесике номер аккумулятора. Итак, смотрите. Первый аккумулятор 0. Второй аккумулятор цифра 1 на колесике. И третий аккумулятор цифра 2. Все аккумуляторы подключены. Включаем рубильники. На лицевой стороне аккумуляторов есть кнопка, которую нужно нажать и удержать несколько секунд. И аккумулятор включается. Так делаем с каждым из аккумуляторов. Обратите внимание, на оборотной стороне аккумулятора те же самые, та же самая идет индикация. Также два нижних у меня полностью 100% заряжены, а наш третий новый аккумулятор, вот он на 75%. Сейчас буду их подключать к инверторам. Итак, аккумуляторы подключены. Я включаю инвертор. Инверторы, правильнее сказать. И я здесь обращу ваше внимание, что я в данном видео использую аккумуляторы без дата-кабеля. Поэтому мы ставим настройки вручную и обратимся к инструкции. 52,5 Вольта. То есть, соответственно, на инверторе пользовательские режимы максимальное напряжение заряда 52,5 мы выставляем. У меня выставлено 52,3. Также вручную мы выставляем силу зарядного тока. Когда работаем с дата-кабелем, этого делать ничего не нужно. Инвертор все сделает автоматически. И вот сейчас мы видим, солнышко уже начало заряжать мои аккумуляторы. Нижние они, индикация не мигает. Они полностью, 100% заряжены. А верхний наш аккумулятор заряжается. Вот, можно видеть по огонечку. А это мы снова, мои электростанции, ребята. Здесь на ваших глазах уже работает режим подмешивания. Вы видите, от городской сети мы берем вот чисто копейки. 20 Вт, 9 Вт. При этом общее потребление дома составляет 1 кВт, 195-192 Вт. То есть более киловатта мы в доме что-то работает, а от города берем копейки. Стоит у меня приоритет заряда аккумуляторов на инверторах. Поэтому можно судить смело, что аккумуляторы заряжены полностью. Об этом и говорит напряжение. И мы видим, что 4 А всего лишь еще долетает в аккумуляторы. Поэтому инверторы работают сейчас в режиме подмешивания, а аккумуляторы полностью заряжены. К слову сказать, я здесь, в этом видео, показал вам работу этих аккумуляторов без дата-кабеля. Но правильней, обращаю ваше внимание, все-таки же работать с дата-кабелем. Для чего я это вам показал? Для того, чтобы вы знали, что такой вариант тоже возможен. Но тогда мы на инверторе ставим не литий-ионный аккумулятор, литий-железо-фосфатный, то есть литий, там будет ли, а ставим пользовательский режим. И в этом пользовательском режиме мы вручную сами выставляем напряжение, максимальное напряжение основного заряда 52,3, ну, можно максимально 52,5. Это смотрите на ваш аккумулятор. Если у вас точно такие же, то именно так и можете сделать. А так смотрите на характеристики именно вашего литийого аккумулятора. Дальше в инверторе будет такой параметр, как поддерживающий заряд. Мы его тоже самое ставим на 52,3 и силу тока выставляем. Данные аккумуляторы максимально можно заряжать силой тока 100 ампер, но я поставил заряд по 70 ампер на каждый аккумулятор. Ну, 100 все-таки же, как бы, это пик, это предел, а по 70 это нормально. То есть на одном инверторе 70 и на втором 70. Таким образом у меня заряжались два моих аккумулятора. Сейчас я поставил третий, но силу тока не менял. Пусть пока будет так. Мы снова в подвале моего дома. И здесь мы видим, что все, все три аккумулятора полностью 100% заряжены. Теперь они будут равномерно как заряжаться, так и разряжаться. Я думаю, что в следующем видео я покажу вам, как работают аккумуляторы с датакабелем, чтобы у вас было понимание и чтобы вы понимали, в чем разница. Ну, там более подробно расскажу. А также покажу по отдельности, какая сила тока идет на каждый аккумулятор. Замерим токовыми клещами по постоянному току. Я думаю, что так же будет интересно, ребята. Итак, ребят, как и обещал в начале ролика, давайте посмотрим, сколько выработала солнечная электростанция за сегодняшний день. И так, по первому полю это 6 киловатт 440 ватт. И по второму полю 2 киловатта 940 ватт. Итого, что у нас там 9 киловатт 380 ватт. Ну что ж, этот день подошел к концу. И я хотел поблагодарить вас, кто еще до сих пор здесь со мной, что вы досмотрели это видео. Спасибо огромное. И, конечно же, как всегда пожелать всем нам это мирного неба над головой. Крепкого здоровья вашим родным, близким, друзьям. Будьте счастливы, ребята. Заглядывайте на канал ко мне. Пишите, что бы вы хотели, что бы я снял для вас. Ну, а я в свою очередь постараюсь. Все, обнимаю, жму руку. Пока, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова